Привет, ребята! Сегодня я хочу поговорить с тобой о том, как быть мужчиной на задании. Это так важно, и многие парни забывают об этом, и многие женщины забывают об этом, что для нас важно иметь в своей жизни что-то, чем мы действительно увлечены, и это очень важно. Это дает нам цель, это дает нам чувство удовлетворения от жизни. И это очень привлекательно как для мужчины, так и для женщины, особенно для мужчины. Женщин очень привлекают мужчины, у которых есть цель, у которых есть миссия, которые знают, чего они хотят от жизни. У него есть миссия, которая делает его счастливым, так что она не несет за это ответственности. Вот что делает это таким привлекательным. И именно это заставляет женщину немного расслабиться в своей женственности и сказать, «Хорошо, у моего мужчины есть это, у него есть это, у него что-то происходит. Я в этом не участвую, я не обязана быть частью всего этого. Поэтому я не несу ответственности за то, счастлив ли он и доволен ли своей жизнью». Ведь это большая ответственность, если вдуматься, не так ли? Так что никто из нас не хочет брать на себя ответственность за это в отношениях. И именно поэтому женщины так привлекательны для мужчин, у которых есть то, к чему они стремятся, у которых есть то, чего они действительно хотят в жизни, к чему они очень увлечены, что им действительно нравится делать, и это не касается ее. У меня только что упал телефон, и теперь мне приходится его держать. Я буду делать это более профессионально, обещаю. Это то, что женщины не хотят быть для тебя номером один. Мы не хотим быть для тебя номером один. Как женщина, состоящая в отношениях, мы хотим знать, что у тебя что-то есть, как я уже сказала, есть миссия, есть то, к чему ты стремишься. Мы не хотим быть для тебя всем на свете. Мы этого не хотим. Мы не хотим, чтобы вся твоя жизнь была посвящена нам, чтобы ты радовала нас и любила нас. На самом деле мы этого не хотим. Это звучит мило, но это не то, чего хотят женщины, потому что это непривлекательно, и это заставляет ее хотеть немного отстраниться, чтобы сказать «хорошо, позволь мне убедиться, что он сможет выжить без меня, чтобы я не была ответственна за все это, иначе мы снова вернемся к той ответственности, которой не хотим». Мы не хотим нести ответственность за чье-то счастье в жизни, потому что мы не можем этого сделать. И я всегда говорю своим клиентам, что женщина может только увеличить ваше счастье. Она не может сделать вас счастливыми. Точно так же, как вы не можете сделать счастливой ее, вы можете только увеличить ее счастье. И это действительно важно. И именно поэтому я действительно подчеркиваю это. Я действительно всегда подчеркиваю важность того, что мои клиенты и все мужчины, с которыми я общаюсь, должны сами наполнить свою чашку, и как только она наполнится до краев. Вы поймете, что у вас есть достаточно, чтобы дать женщине. Но если ты не чувствуешь, если ты не удовлетворен собой или недоволен собой как мужчиной, тогда тебе нужно поработать над этим первым пунктом. Тебе нужно поработать над собой первым пунктом, прежде чем привлекать женщину к участию в уравнении. Хорошо? Тебе нужно убедиться, что ты делаешь себя счастливой, прежде чем привлекать кого-то еще в свою жизнь. Так что помимо того, что у мужчины есть миссия и цель, и это так привлекательно, это еще и потому, что это придает отношениям таинственность. И то влечение, которое возникает, когда ты делаешь что-то не так, как я, или я сама этого не испытывала, или это твоя фишка. Мне кажется, что это интересно, потому что я мало что об этом знаю. Знаешь, именно это делает этап знакомства таким интригующим, сексуальным и веселым. Мы ничего не знаем об этом человеке. Так что это похоже на то, как будто ты идешь на свидание, и это действительно захватывающе, потому что в нем так много загадок. Ты понятия не имеешь чего ожидать. Так сильно, что начинаешь по-настоящему нервничать, потому что думаешь, боже мой, я так не уверена в этой ситуации, в которую сама себя загоняю. И в этом так много загадочного. Но в то же время это похоже на «О, что же произойдет?» Это может быть действительно захватывающе. Так что нам нужна эта тайна. А когда у тебя действительно есть задание, это придает ей ощущение таинственности, как будто он делает свое дело. И еще одна причина, по которой для тебя важно иметь миссию, заключается в том, что рост равен прогрессу, не так ли? Я считаю, что прогресс равен счастью. Я думаю, что если мы постоянно растем и совершенствуемся, как мужчины и женщины, то становимся счастливее. Если ты хочешь быть счастливым мужчиной и хочешь иметь счастливые, приносящие удовлетворение отношения, которые были бы очень здоровыми и устойчивыми, тогда важно расти вместе с этим человеком. Потому что если мы не растем, мы умираем. Я действительно в это верю. Если мы не растем, то что же мы тогда делаем? И я также верю, что существует прямая связь между депрессией и неуверенностью в том, как двигаться дальше или не двигаться вперед, или застревать на одном месте. И я думаю, что это связано с тем, что мы не растем. Потому что когда мы растем, мы расширяемся. Ты знаешь, мы используем наш мозг, мы используем наше тело по-новому разными способами. Мы знакомимся с новыми людьми, ведем разные беседы, знакомимся с новыми местами и увлечениями. И когда мы это делаем, это зажигает нас. Это дает нам жизнь, потому что мы растем, учимся и делаем что-то новое. И так как человек, у которого есть миссия, и ты постоянно растешь в этой миссии и узнаешь о ней больше, это поможет тебе стать более самореализованным и счастливым. А также иметь драйв и сосредоточенность. И это то, чем женщины очень восхищаются в мужчинах. Это сосредоточенность, напористость, решительность. И она хочет быть частью этого. Значит, женщина будет так привлекательна для парня, обладающего этими качествами. Потому что она тоже хочет чувствовать себя так же, понимаешь? И это важно, очень важно иметь это. Иметь в своей жизни что-то такое, что помогает тебе расти. Подумай об этом. Самая важная мысль в мире, это то, что ты думаешь о себе в своей голове, когда рядом никого нет и есть только ты. Вот и все. Желаю тебе отличного дня и увидимся на следующей неделе. Пока, ребята.